Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите четвертый выпуск дайджеста новостей Аватар Технологий. Все самое интересное по нашей теме за последние 7 дней мы собрали для вас в одном видео. Подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях. А сейчас мы начинаем четвертый выпуск дайджеста новостей, посвященный технологиям искусственного тела и кибернетической медицины. В США представили аналог внутримозгового дисплея из кинофильма «Терминатор». Управление перспективных исследовательских программ в области обороны США предложило проект картикального модема, который подключается непосредственно к зрительной коре головного мозга. Он не только поможет слепым восстановить зрение, но и заменит системы виртуальной и дополненной реальности. Устройство использует принципы оптогенетики. Управление работой клеток в живых тканях с помощью световых импульсов. Светочувствительные белки вводятся в мозг животных с помощью генной инженерии, что позволяет ученым изучать и со временем управлять нервной системой. Пока работа над проектом идет только с подопытными животными. Ученые предлагают американским военным сканировать тела всех солдат для создания их точных виртуальных копий. Идея состоит в том, чтобы создать изображение человека в здоровом состоянии и воспроизвести его копию на 3D-принтере в случае получения травм в период прохождения службы. Точные трехмерные изображения создаются с помощью ультразвукового сканирования, рентгена и магнитно-резонансной томографии. Оно позволяет врачам и студентам рассмотреть внутренности человека в мельчайших подробностях. В бою солдаты получают рельнение, теряют конечности, их приходится восстанавливать. Наличие 3D-копии солдата может облегчить задачу хирургам. Стоит отметить, что за последний год значительно увеличилось количество хирургических операций с использованием напечатанных на 3D-принтере материалов. ВМС США тестирует автономного робота в виде сферы, способного передвигаться и в воде, и на суше. Изначально Гардбот планировалось использовать для миссии на Марсе, но позже роботом заинтересовались военные, которые увидели в нем инструмент разведки и охраны незнакомой территории. В основе робота лежит технология колебательного движения с использованием 9-осевого стабилизатора. Движением робота управляет программа, которая двигает его центр тяжести то взад, то вперед. Преимущество этой технологии в том, что с ее помощью можно создавать масштабируемых сферических роботов диаметром от 10 до 300 см. С каждой стороны робота есть дополнительная полусфера, где могут быть расположены различные датчики и камеры для трансляции видео с разных ракурсов одновременно. На одном заряде робот способен работать до 8 часов без перерыва, а встроенный в полусферу лазерный спектроскоп позволяет обнаруживать химические вещества, используемые для изготовления бомб. Московский технологический институт на днях показал своего нового сотрудника – промо-бота. Робот может распознать и запомнить более 100 тысяч лиц, осуществлять трансляцию презентационных роликов и слайдов, использует более 100 тысяч речевых модулей и способен к обучению. Робот будет выполнять ряд профессиональных задач на кафедре робототехники, например, сбор данных по взаимодействию биологических и технических объектов, фиксация коммуникационных реакций людей и роботов в различных ситуациях, накопление этих данных для анализа и изменения алгоритмов деятельности роботов и разработки моделей эффективного взаимодействия с человеком. И в качестве бонуса предлагаем вам посмотреть видео с японским роботом Tomatan. Японский производитель овощных соков выпустил носимого кормящего робота. Машина рассчитана на людей, которые любят поесть на ходу. Робот крепится на спину пользователя, как обычный рюкзак. По названию и внешнему виду робота можно понять, что он кормит своего владельца помидорами. Робот весит 8 килограммов, помидоры вываливаются из железной головы, похожи на огромный томат и с помощью металлических рук подносятся к рту человека. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем обзор новостей за последние 7 дней. Подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok